Город Жлобин, улица Красная, 3А. Теперь это адрес, ведая шмат кто-то с прихиннику белорусской литературы. Минавито тут, в 4-м классе, початковой школы номер 2, в отчестве Перомоста, республиканского конкурса юных читальников Даша Хаминка. У 4-м А, 24-й ученик, классный керамик Пиракананы, что усеяны талиновитые, главное это танец своей часовой раскрыть. И тогда кожан из этих детей станет еще одной школьной зорочкой. Даша Хаминка такой зорочкой уже стала. В школе ее характеризуюсь, как вельми талиновитого человека, и она любит певать и танцевать, наведывая неколькие объединения по интересах, играя головные роли в школьных спектаклях. На республиканском конкурсе выконывала верш контраста Крапивы «Дед и баба». Минавито этот твор разум с классным керамиком выбрала Невопадкова, и он, как не галебше, подоходить для людей с артистическими сдольностями. Хоп, я нас, колес, села ля дороги, а коня, як черт понес, дзе взялись ей ноги. Во остановах часам есть вось такие ж бабы. Сдацца робить я не чтось, але справы слабы. Так такая не цяче. Скажем ей нареште, мог без вас было б легче, вас пробуйте злезьте. Особливость початковых школ в том, что тут невеликая колькість вушнив и наставников, а тому перемога одного свята для усіх. А в том, что даже Хоменка поехала у Полоцк, где у рамках Дня беларуского письменства проходил республиканский конкурс юных читальников, ведали усе. А тому, коли пришла на вина, по тримании девчинкой диплома пешей ступени, некоторые не могли стримать слез радости. Конечно, я плакала. Я до этого плакала, переживала очень. Слез, конечно, я не могла держаться, эмоции я не могла держать. Естественно, я сразу сообщила всем родителям администрации школы. Мы все, конечно, были шокированы, хотя победу я предчувствовала. У 13-й злобинской средней школе до перемога вушнив привыкли к этой установе у районе сирот-лидеров и в олимпиадном руху, и по выниках централизованного тестирования. Але восьмиклассниц Уляну Широкую и Лизу Цитову у сирона сустракали як героев. У новым научальном годе яны стали першими навученцами, які отрымали узнагороды на спаборницах республиканского узровню. На конкурсе юных читальников дзявчинки прожитали балладу Анатолия Вертинского «Плач спаленные вёске». Назва кажа сама в сабе гэта твор об людях, які загинули адру кардикум. Хотели б сказать мы вам добрые слова, де ворох люты, позбави у нас мовы, не вымовить словце, безмолвные все мы. Все нема, все нема, усе нема. Не можем проведеть, не можем проводить, не мы на селе тени наши ходить, не бачить, не чуть. Ни слова сказать мы не устанем. Мы попелом стали. Мы попелом стали. Мы попелом стали. У Ляна Широкая и Лиза Титова люди у 13-й Жлобинской школе вядомые. Перамоги у конкурсах по учебных прадметах и активный удел у житей установы – это з их характеристык. А про чатаху обедзви любить читать книги про войну, таму и твор для конкурса выбрали на военную тему. Правда, кажуть, крыху шкода, что они отримали депром первой ступени, але и другое место – это так само перемога. Мы занимались после уроков, уделяли этому большое количество времени, делали долго презентацию, тренировали выразительность. Но это того стоило, мы победили. Это очень хорошо. Олег Сентяров, Валерия Гапанько, телерадио-компания «Гомель» с Жлобином.